Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июня, сейчас у меня 32 градуса, вот в данный момент. И самое время поговорить о поливе томатов. Очень часто приходил этот вопрос, и я всегда обещала, все потом, потом, потом покажу. Потому что ничего такого, особенно в моем поливе нет. Я всегда говорила, у меня скважина, поливаю прям этой холодной водой из шланга, из брызгалки. Вот сейчас, сегодня я устроила день дождя, потому что такая засуха, но это невозможно. Все нормы, все рекомендации специалистов летят в пух и прах, потому что нам рекомендуют поливать редко, раз в неделю, раз в 10 дней обильно. Но у нас такая жара, что невозможно. Вот сегодня я делаю дождевание, у меня по всей территории, по 3-4 вот таких брызгалки. Там, где маленькие грядочки, вот я перец готовлю к вечерней подкормке. Я говорила, что перед тем, как подкормить, его надо полить, чтобы не на сухую почву. Здесь вот такие маленькие крутилки работают. И где вот такие скороспилки у меня высажены, маленькие, там маленькие. А большое поле, вот там, где 500 штук посажено, у меня там работает брызгалка на высоте. Чем выше поднимаешь брызгалку, тем больше площадь она охватывает. Сейчас мы подойдем туда поближе, я по луже тут осторожно пройду. Ай! Я заливаю вообще до мокрого, видите, у меня даже лужи здесь стоят, чтобы хотя бы на 2-3 дня или 4 хватило. Ай! Холодная вода! Сейчас, чтобы не подскользнуться, пройду потихоньку. Вот это поле у меня самое большое. Вот эти длинные ряды, которые я показывала, когда подкармливала, видите, вот здесь у меня 500 кустов. Вот от края и до края, много-много-много. Ставлю в центр эту крутилку. Вот сейчас она у меня что-то накренилась, но я потом поправлю. И вот вся центральная часть, вот так по диаметру, все заливаю. Льется 30 минут, льется 40 минут. Выключаю, подхожу, если недостаточно, еще. И убавляя мощность, больше или меньше, убавляется диаметр воды. Сначала малым кругом поливаю, потом большим, потом большим. Но углы поливаю из шланга. Все это поливается холодной водой, с артезианской, скважиной из-под земли. Естественно, что столько воды, теплой, отстоянной, как это рекомендуется, у меня нет, как ни у кого из нас. Все мы поливаем из шлангов, особенно когда жарко. Воды нужно очень много. Я вот сегодня полила этот участок, полила перцы, полила между теплицами, полила в теплицах, полила вот те вот томаты, которые вот там стоят. Ну, которые вот так вот ряд идет. Это очень много воды, не знаю даже сколько, наверное, даже в тоннах. Потому что одна бочка всего 200, ну, 5 бочек или 6 я точно вылила. Вот весь полив. Но это полив вот такой, как экстремальный, именно когда жара, когда сильно-сильно. Но когда не сильно жарко, я, конечно, знаю, что есть рекомендации специалистов. Я все это рассказывала, что до цветения полив должен быть поменьше, во время цветения он должен быть обильный. Вот сейчас у меня период как раз, когда все томаты, все-все цветут, они завязываются, плоды. Вот видите, все они в цветах. Им нужен усиленный полив. Но если на улице 32 или 35, как сделать усиленный полив? Только вот так. Сейчас что зальется, залью вот с этой крутящейся, ну, как с автополивалки. Остальное из шлангов в лунке буду поливать этой же холодной водой. Холодной водой поливать томаты можно. Но главное, их нужно сразу приучить. Если, например, их начать в начале жизни нежить, поливать тепленькой водой, отстоянной. А потом теплая вода кончилась, раз начинаешь смена режима полива и сразу холодной водой. Они могут это, ну, как неправильно понять и заболеть. Я сразу после высадки, рассады начинаю поливать холодной водой. Потому что единственное, которое у меня есть, и поливаю холодной водой весь сезон. Вот сзади видели перцы, тоже точно так же. Все. Полив у меня очень простой. Холодная вода. Всех подряд. Я знаю, что помидоры не любят, когда им по головам поливают. Они любят под корень. Огурцы, наоборот, любят, чтобы им листья смачивали. А томаты нет. Они не любят, чтобы им листья смачивали. Они хотят, чтобы им униз. Но вот я делаю все наоборот, потому что у нас вынужденная такая ситуация. Если я буду с ними, как есть такое слово, как миндальничать, мне с ними некогда. Их очень много. И если я буду вот так осторожненько, из леечки, теплой водой, каждую под корень, пока я до средины дойду, последние уже засохнут. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это наш полив сибирских томатов. Сразу приучаем к холодной воде. Закаленные, крепкие, сильные. Все это они выносят. Томаты все это могут вынести. Главное сразу приучать их закаливать с раннего детства. Продолжение следует.